Продолжение следует... В Европе Pålager В Европе, присылое имя из Одесса教 hàng В Англии, в Лондоне есть один католический храм И перед входом на нём написаны следующие слова. Когда я был очень молод, я хотел изменить этот мир. Но когда я вырос, я понял, что это невозможно, я не могу изменить мир. Но если я изменюсь сам, то я смогу изменить этот мир. Но по происшествии некоторого времени он обнаружил, что и это невозможно. Это были последние слова этого человека. Если я не могу изменить страны, то я не могу изменить свою семью. Несмотря на то, что человек меняет разные страны, получает разные гражданства, это не имеет значения, то есть самые главные изменения происходят внутри него. Но когда он сидит на床, и он будет жить, то он не может изменить его. Но когда он устроил семью, вы обнаружили, что их невозможно изменить? И он не может изменить себя. И он не может изменить себя. И он не может изменить себя. Но вдруг он внезапно, этот человек осознал, что почему я не могу изменить себя до такого уровня божественного. Хотя ... ... ... ... ... Я изменился, и моё семьи были в моем влиянии. Моё семьи изменился. И я изменился, и я изменился в стране, и в конце концов, это изменился в мире. Начав себя, можно повлиять некоторым образом на своих близких, на свою семью, тем самым поменяется их мировоззрение. И в дальнейшем это будет влиять на взгляды общества. И этот человек подумал, с чего же я должен начать, и чем всё должно закончиться, где я должен остановиться. Конфуций разделял мнение этого человека. И у Конфуций есть такие изречения, то есть это уважать себя, уважать близких, уважать свою семью и заботиться о своей стране, о своей родине. Все начинается с воспитания своего собственного духа. Нужно избавиться от собственных предубеждений, стереотипов. И потом постепенно, постепенно, то есть у вас будет развиваться внутренняя мудрость. Ваши мысли, ваши чувства и ваш разум будут в порядке, будут здоровы. А если вы поменяетесь сами, то вы можете повлиять на свою семью, близких, на друзей. Я не знаю. Я не знаю. Вы желаете, что через短暫的 3天 учреждения мы сможем выполнить «道家» или специалисты, 3-10 лет, 3-10 лет? Мы будем заниматься с вами целую неделю, и у нас будет хороший результат, я вам гарантирую. Но некоторые люди занимаются по 3-10 лет, и не могут обрести душевного покоя. Вы желаете, что вы не сможете обрабатывать современные методы, а не используя современные методы, чтобы вы сможете обрабатывать 治病,治病的方法? То есть, стоит овладеть основными методами, а не искать постоянно новые, то есть, тогда вы сможете преуспеть в искусстве лечения и оздоровления себя и других людей. Вы желаете, что вы сможете 超越 этого тела, 超越 нам длантно и сможете получить свою жизнь и свою жизнь и свою жизнь. Учитель вам желает, чтобы вы овладели искусством джунгунг и смогли бы преодолеть свои, поменять свои взгляды, то есть, излечиться от заболеваний и прожить долгую счастливую жизнь. Исчета исчет, и все Чё сунг сэнзай кайсу. Но нужно начинать именно всегда сейчас, здесь и сейчас. То есть мы будем заниматься пестованием ци и изменением своего сознания. Самое главное, чтобы вы внимательно слушали, я буду вам все подробно объяснять. Мы будем с вами заниматься три дня, и они будут очень эффективными. Мы достигнем намеченной цели. Это называется ускоренный метод обучения. У учителей есть методы и техника, которые согласуются с воззрениями современных ученых. Также к каждому ученику будет индивидуальный подход. Подождите еще, пожалуйста, чуть-чуть, и мы сможем выяснить, каким образом это сделать наиболее эффективно и гармонично. В том числе, я вам покажу, что я вам покажу, что я вам покажу. Он будет объяснять задачи и цели сегодняшних упражнений. Это янчи и малая космическая орбита. В процессе практики мы должны достичь душевного спокойствия и оздоровиться. Наша практика всегда начинается с нижнего дантяния, то есть это центр вселенной в контексте человека. В Индии это называется чакры. В Индии это называется чакры. Продолжение следует... А основная цель практики это долголетие и здоровье. Потому что если у вас жизнь будет короткой и болезненной проходить в болезнях, то как вы сможете обрести сверхспособности, например. То есть все должно быть постепенно. Так же в нижнем донтянне вы можете видеть, что он светится. То есть мы будем заниматься укреплением и пополнением нижнего донтяня, практикой нижнего донтяня. Затем на второй и третьей ступени мы будем заниматься развитием способностей и построением духовного тела. Некоторые люди чувствуют разочарование. То есть иногда в практике некоторые люди не могут избавиться от своих болезней, не могут достичь долголетия. То есть все грезит о сверхспособности. Как тут не расстроиться? Что делать дальше? В жизни бывает так, что мы много чего не получаем, но нужно в практике стараться быть терпеливым к самому себе. И одна из главных целей – это выход из тела. Несмотря на то, что нижнего вида, нижнего духа, нижнего духа и тела!' То есть построение духовного тела – это будет одна из наших главных задач? Это наша основная цель. В этом случае, в этом случае, в Тензу-классе, люди будут на Тензу-классе, что Тензу-классе будет на Тензу-классе? Например, у нас есть небо, а есть рай. В чем же разница? В результате71 выяснится в Тензу-классе. Я сейчас могу сказать вам. В результате, унису-классе нет нужной силы. и унису-классе в маю длин, это не уложение в целом. Примерно возле и в этот, а в свой тензу-классе будет вياей, а в таком состоянии полома доности, когда люди уже приезжают с трензу-классе, унису-классе с гильной длин. Они вообще в Sauerkюссме-классе Когда вы болеете, у вас мало энергии, вы не пополняете ее, вы все больше и больше опускаетесь в страдания, в нижний мир. Это приводит к болезням, уход вниз. Когда вы, например, хорошо занимаетесь, у вас хватает энергии, то, как говорит учитель, после следующее рождение – это рождение в мире людей, но в хорошей семье, с хорошими условиями. И затем, когда ваша практика достигает успехов, вы раскрываете свой внутренний потенциал, свои способности, то душа уходит в рай верхней миры. Я много изучал во зрении философии буддизма, даосизма, других религий. Вообще, как бы очень много различий, если начинать сравнивать разные религии, но вот у них есть один общий пункт. Например, то, как различные школы описывают человеческую природу и развитие человека. Как же нам успеть все в этой жизни, то есть опрести способности, здоровье и чувствовать себя комфортно? Мы начинаем все с того, что приходим в состояние слушания, принятия информации, внимательно слушаем и постепенно занимаясь, достигаем других, более значительных результатов. Что такое дайгун? Дайгун – это передача знаний и умений от учителя к ученику. Учитель помогает раскрывать ваши существующие возможности и потенциальные скрытые возможности. Учитель говорит, что не нужно очень-очень долго практиковать, 3-10 лет. Что? Дайгун – это передача знаний от учителя к ученику. Ко-соу – это передача техник и способов практики. Ко-соу – это передача знаний от учителя к ученике. В чем-то, когда мы делали это – это проще, то есть что-то, когда мы приблики над учителей, то есть То есть вы этим уже можете обладать, то есть этот инструмент появится у вас. То есть некоторые упражнения даже вам не нужно практиковать, и практиковать вы как бы сразу именно уже обладаете. Итак, мы уже знаете, что он называется... Учитель приводит пример, когда Буддашик ему не сорвал цветок, он понюхал его и сказал, как он прекрасно пахнет, но никто не может понять меня. То есть, ваш опыт – это только ваш опыт, практика. – Сын – это чувствительное восприятие каждого человека, индивидуальный путь. – Учитель – это чувственное восприятие каждого человека. – Учитель, не нужно рассказывать нам много и долго разных историй, просто дайте нам технику, и мы будем заниматься. – Сын – я вам должен сказать, что мы не практикуем тайцзи тюань. – Мы не делаем зарядку какую-то. – Учитель. – Учитель. – Учитель. – Учитель. – Учитель. – Учитель. Учитель. – 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 Учитель. Например, многие учатся в университетах и заканчивают школы, и они остаются на этом уровне развития. Не беспокойтесь о том, что другие люди о вас подумают. То есть, например, в процессе практики у вас есть какие-то вопросы, переживания, внутренние диалоги, но вы сами для себя их разрешаете с помощью практики, и чувствуете облегчение, свободу. В процессе практики, процесс обучения, избавления от заболеваний – это все практика Дайгум и Гайгум. То есть, вам нужно спокойно и смиренно, слушать то, что говорит учитель на протяжении всего времени семинара. Это даст хорошие результаты. то есть, вам нужно настроиться внутренне на то, что говорит учитель. Например, как радиоприемник или телевизор. То есть тогда вы сможете расширить свои познания в практике. Сейчас мы будем изучать одну технику. Когда вы сидите на стуле, не нужно облокачиваться на спинку стула. То есть ноги должны быть на ширине плеч. Прямая спина, прямая грудь. Надо расслабить подвороток. Плечи тоже расслабить. Ладони положить расслаблено на колени. Получается внутренней стороной ладони вверх. Можете перевернуть руки, у кого высокое давление. То есть во время лекций, занятий, пожалуйста, внимательно меня слушайте. Но и прислушивайтесь к своим ощущениям в теле. То есть в процессе обучения вы можете почувствовать онемение. В каком-то месте зуд. То есть покалывание. Это все ничего страшного. Так и должно быть. То есть некоторым людям нужно время на настройку. То есть это как настраивать старый телевизор. Несмотря на то, что сигнал идет хороший, то есть у вас как бы просто вспышки-вспышки на экране. То есть нужно настроиться. Так у человека есть в мозгу, то есть как это сказать, приемник информации. Это можно сравнить так же с калькулятором. Если у вас есть заболевания, то вы можете помнить, что у вас есть заболевания. Болевания, которые вы можете сконцентрироваться на вашем каком-то больном месте. То есть во время семинара это будет происходить лечение. То есть информация будет поступать следующим образом. Входить в вас через точку Байхуэй и далее в каналы входить. То есть это будет нормально, если некоторые из вас во время лекций, занятий ощутят некоторую слабость и захотят спать. Это значит, что происходит процесс лечения. Это объясняется тем, что энергия космоса входит в вас и пополняет вас энергией. И больные, ой, болезни уходят. То есть вы должны расслабиться и спокойно слушать меня. И в процессе занятий будет происходить оздоровление и излечение ваших болезней. Учитель называется гунгинь. 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 диалог с самим собой и претензии, то есть вы не сможете ничему научиться. Нужно спокойно расслабиться и слушать. – Всё, что я ранее объяснял, это называется тьегонтайс – состояние слушания. Ранее в практиках это состояние ещё называлось слушать с почтением и уважением. Ни две лямы сцены. – écrit. – Ваши руки – это проявление неба. – в том же месте ты посчитаешь. – 취 – об았immers – те вещи Да, и учителя, просьба к вам выключить, пожалуйста, телефоны сотовые, либо поставьте на беззвучную связь. Практика, которой мы занимаемся, она уже существует в Китае давно, даже в каждой стране есть обучающий центр данной практики. Есть центр, например, здесь, в России? В俄羅斯, в 20-м году, в Москве появился центр практики. В Москве появился центр практики. Это, так сказать, хороший побочный эффект культурных изменений Китая. То, что школы начинают распространяться по всему миру, а не хранятся только в Китае. То есть, школы и учения должны распространяться по всему миру, для того, чтобы повышать качество жизни людей. Давайте сначала сделаем один эксперимент-опыт. Пожалуйста, соедините руки вот таким образом, то есть запястье вместе, а ладошки раскрыты. А потом соедините вместе и посмотрите, какое палец длиннее или короче. Santi yahu-ны. А мужчины подходят и смотрят на левую руку, покажут. а женщины на правую руку, сейчас одну руку. Нальщина,左手,女щина,右手, 平放,平放,或者向上都可以, 也可以放在腿上. Можно положить либо на колени, можно в воздухе держать, все равно. Сейчас,請大家, 注意你的左手和右手, 女щина,男щина,不一樣, 注意你的手, 伸出來的這只手, 給他施加個意念, 讓他長,長, 讓他整個手變長, 用心地想,放鬆地想. И теперь, используя силу намерения, силу вашего сознания, удлините, пожалуйста, прикройте глаза и удлините свои пальцы. 同時體會, 手上是不是有一種向上拔的力量? и, когда вы чувствуете свою руку, расслабьте ее. 你的手一定要放鬆, 不要太緊張, 不要放鬆, не нужно ее сжимать, нужно раскрыть более-менее ладонь, но расслабить ее. 好,現在開始, 我們來想, 讓它變長, она становится длиннее, 長, длиннее, и, 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 Чем длиннее, тем лучше. Еще длиннее. Теперь приложите ладонь к другой и сравните. Выросла рука. Нужно хорошо. Теперь положите ладонь к другой. Выросла рука. Важно, что делать? Женщины поднимают правую руку, а мужчины используют левую руку. Выросла рука. А теперь мы будем укорачивать руку. Используйте силу вашего сознания и говорите себе короче, еще короче. А теперь опять сравните ваши ладони длину пальцев. Стала ли она короче? Стала короче? Стала. А, да. Так еще шанс хво. Ганцай, да. Стала. 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 то силы вашего сознания вы можете излечиться от заболеваний, то есть различные опухоли, проблемы со зрением, то есть оздоровиться. То есть вы должны быть в процессе, как бы все время подключать силу своего сознания. То есть с помощью вашего сознания вы можете излечить сильные опухоли и, допустим, внезапно вам может прийти метод излечения. То есть которым вы будете обладать только вы. То есть из вселенной, из космоса, то есть они проходят через вас и крепляют силу вашего сознания. Я не знаю, читали ли вы такую книгу, как «Диалог с Богом»? Это очень популярная книга. Я не знаю, что это очень популярная книга. Это история одного человека, который, оказавшись в ситуации, когда он стал очень беден и болен, нашел в себе силы и обрел способности для того, чтобы управлять собой и своей судьбой. В этой книге есть два основных пункта. Вам нужно заниматься и совершенствовать только себя, не обращать внимание на цели и задачи других людей. То есть это не соревнование. И развивать свои душевные силы, то есть развиваться духовно. И сила намерений, сила вашей веры. То есть, например, мы занимаемся практикой Малого Небесного Круга. То есть вы простраиваете путь, но этот путь метафоричен. Это вы проходите сквозь свою жизнь. То есть в процессе обучения мы будем изучать технику избавления от болезней и оздоровления. То есть для всех это очень важно и актуально, избавление от болезней. То есть во время проведения занятий не только я один учитель в классе. То есть присутствуют мои учителя и духи, которые помогают мне заниматься практикой с вами. То есть учителя говорит, что это невозможно, например, одновременно преподавать. И каждого лечить. То есть помимо него есть еще учителя, которые присутствуют с нами. То есть для того, чтобы максимально эффективно у вас получилась практика, нужно прийти в состояние слушания. Если у некоторых учеников тянущее ощущение дискомфорта. Если у кого-то ничего не болит, то я вам расскажу следующую тему. И мы сейчас проведем еще один эксперимент. Вытяните свою левую руку, а правую сожмите вот таким образом. То есть это пальцем меч. И попросите вашего внутреннего учителя почувствовать, учителя, помоги мне почувствовать исходящую энергию. Хорошо. Используйте руки по направлению к левой ладони и делайте поступательные, либо круговые движения. Почувствуйте, какая реакция происходит в центре вашей ладони. А может быть ощущение как такого вихря, либо покалывания, либо распирания? Есть. Ё. У некоторых людей могут сразу появиться ощущения. Некоторым нужно чуть-чуть подождать, чтобы появились. А у других людей вообще не появляются? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Людей с отсутствием чувствительности очень мало в мире? В основном это чувствительные люди? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ваши пальцы меч могут посылать энергию, а также и сама ладонь То есть также обладает такой способностью ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Люди у которых сразу появляется ощущение в руках, являются сильный чувствительным типом людей Их всего в мере 10%. Люди с такой сильной чувствительностью, им даже не обязательно ходить на массаж, иглоукалывание или другие физиопроцедуры. То есть стоит лишь направить ваше сознание в место, где у вас есть болезнь, и она у вас будет быстро уходить. И, например, в том числе можно также таким образом лечить опухоли, то есть они быстро будут рассасываться. Ну, например, людям с сильным расстройством психики, например, шизофрения, вообще не подходят такие методы. То есть они не должны заниматься цыгун. То есть им нужно другое лечение. Люди, у которых через некоторое время появляется реакция в руке, они называются чувствительные люди. Всего их в мире насчитывается 40%. Но у людей, у которых через более продолжительное время появляются ощущения в руке, которые чувствуют энергию, это не очень чувствительный тип людей. Их в мире тоже 40%. А люди, которые вообще не чувствуют, не чувствительные, их в мире 10%. Это в нашей практике называются типы чувствительности, или типы чувствительности ваших каналов. То есть в этом есть очень большой смысл. Например, когда вы будете заниматься практикой или лечить заболевания. Например, независимо от того, какому типу вы принадлежите, то есть открывая малонебесный круг, вы наполняете свои каналы. То есть ваша чувствительность в любом случае увеличится. Но, например, вообще не чувствительный тип людей, он не может практиковать малонебесный круг, потому что не будет результата. То есть вы можете практиковать техники, которые усиливают их силу мышления, сознание. Это мы сейчас все знаем. А каким образом практиковали древние люди? То есть они использовали различные материалы, то есть, например, проверяли свою чувствительность рук на деревьях, минералах. Таким образом, Space Например, древние люди практиковали три года для того, чтобы открыть Малонебесный круг. Нам нужно всего лишь 300 дней для того, чтобы запустить Малонебесный круг. И мы используем силу мышления для того, чтобы достигнуть хороших результатов и раскрыть наши потенциальные возможности. И мы будем для того, чтобы помочь вам, чтобы помочь вам, чтобы помочь вам, чтобы помочь вам. Сейчас после перерыва я вам расскажу еще одну технику, то есть позиция в стоянии столбом, то есть как посылать энергию. Такие свойства есть у этой техники, это умение направлять свою энергию и оздоровление. А для того, чтобы усилить свое мышление, свое сознание, какие существуют способы? Первый способ я вам показала, это когда вы укорачиваете или удлиняете пальцы, пальцы, ладони. Второе, это когда вы лечите других людей. А также мы будем на второй ступени изучать техники, такие как изменение градуса алкоголя, то есть работа с сознанием, работа с различными материалами. Хорошо. В следующем этапе мы используем технику руки-меча в стойке стояния столбом. Сначала разотрите руки. Пусть ваши руки станут горячими. Растирайте мягко лицо из центра в стороны по периферии. Теперь растирайте уши. Сверху вниз. Не забывайте про мочку уха. Хорошо растирайте уши. А теперь прохлопайте голову. Ваш затылок, точку даджуэй. Если вы хотите излечиться от простуды, то нужно растирать и прохлопать это место, эту точку. Здравствуйте. Это седьмой, да? Это седьмой. Платформация. Д holders будут снять через месяц. После перерыва я расскажу технику стояния столбом. Это для здоровья имеет очень хороший эффект, оздоравливающий. Перерыв. Да, подойдите, пожалуйста. Вы говорили про 10%, которые люди нечувствительны. Вообще нечувствительны. В связи с чем у них это связано? В связи с тем, что они нечувствительны. Они нечувствительны. Почему они так будут? Потому что они имеют права, потому что они нечувствительны. Да, потому что они нечувствительны. Ну, они вот такие вот родились, то есть, да, у них некоторые проблемы с каналами. Ну, их всё равно можно научить. Можно, да, можно как бы вот научить их заниматься, например, цыгун, но... Что касается малонебесной космической орбиты, да, то есть, то они пока её не могут делать. То есть, например, усиливать силу своего сознания, мышления они могут, то есть, с помощью других инструментов. А также, например, вот смотрение света, которое мы будем, смотрение ауры, будет проходить на третьей ступени. Хорошо, спасибо.